С кем-то из руководителей, потому что вы же знаете, что раньше, буквально несколько лет назад, именно так и было. Что вот советские товарные знаки можно было использовать всем кондитерской фабрикам. Потом эту норму изменили в законодательстве. И вот есть разные, так сказать, крупные холдинги кондитерские, на московском здесь все, которые начали всех регионалов давить. Они так и называются, объединенные кондитеры. Таким образом, значит, все терпят соответствующие убытки, иногда ущерб прямой. Потому что я с Бекером встречался, так мало того, что его прям засудили. Вот он, видите, он уже давно все поменял, он уже называется приморский классический конфидент. Хотя это наша птичка, она от нас и пошла по стране. Да, ведь мы-то не едим, это самое название, мы едим то, что содержимое. А что они там, не знают. Вот, поэтому я согласен, я этим... Вы знаете, я вам могу сказать, поскольку я встречалась с министром, я так, и раздала свою коробочку, она говорит, «О, Анна Федоровна, у нас до чего, но в то временно, уже выросло в послевоенные годы кондитерское производство, только не хватает птичьего молока, зотов». Вот, пожалуйста, сейчас у нас птичье молоко есть, все подхватили, там, подхватили министерство все, они придумывают, да мы раньше не знали бренды, не знали, что такое вот эти вот, абсолютно. Я говорю, что все сидящие, дать больше, с наименшими затратами, знали план, план определяющий, завершающий, еще встречный, каких только не брали планов, чтобы накормить народ. Вот у нас была какая цель взял. Все, а сейчас вот это все... Согласен. Они себе... Анна Федоровна, я над этим поработаю, хотя проблема не очень простая, потому что законодательство федеральное, если бы было бы наше, уже давно бы птичку бы, наверное, себе. Владимир Владимирович. Владимир Владимирович. Нет, давайте сидим. В Хасанского района, я знаю, ваше занятость. Ну, пожалуйста, прошу вас, загляните в наш этот куток Хасанского района, Зарубина, бухта, порт строился при советской власти и оказался никуда не гонен. Столько затрат, прекраснейшая бухта, все есть. Приезжал и Даркин, смотрели, говорили, все обвлаживание, ждали инвестиций. По сей день вот там стоит. Тишина в этой бухте, в порту, ну, появится. Два раза с Японией, это, с машинами, паром, и все. Все. Загляните так, хозяйским взглядом, чтобы представители были. Хорошо. Ну, я Сидорову, во-первых, поручу, а сам обязательно заеду. Пожалуйста. Это просто волнует нас всех. Согласен полностью, потому что в советское время было такое понятие пропаганда. Это много потом ругали, хотя я считаю, что ругать не надо. Зря. Да, я же говорю. В советское время было много чего хорошего. Какие-то вещи, которые, может быть, мы отказались и правильно, но в то же время хорошего было тоже достаточно много. И вот эта пропаганда... Особо для молодежи. Потому что пропаганда, понимаете, ведь что мы сейчас взяли? Это моя личная точка зрения. Вот мы сейчас взяли все прелести вот этой свободной прессы. Это, наверное, неплохо, потому что общество знает, что делает власть, то, что в советское время такого не было. Какой-нибудь взрыв там, несчастный случай, никто ничего не знает. Еще что-то там произошло. Ну, вы понимаете, о чем мы говорим. Сейчас общество знает все. Но в то же время отказываться от того, что называется пропагандой, в хорошем смысле слова, ни в коем случае нельзя. Я в этом просто глубочайшим образом уверен. И когда мы говорим, например, работаем со своими СМИ, мы все равно, конечно, стараемся в хорошем смысле пропаганду делать. Имеется в виду пропаганду. Какой у нас прекрасный край. Что у нас хорошо происходит. Я, между прочим, встречался со всеми нашими крупными агентствами, с руководителями. И Тартас, Интерфакс, РИА Новости. Всем он говорил примерно то же самое, что сейчас говорю вам. Я говорю, слушайте, люди устали. Я в общем, в этом очень рад что-то одинаково с вами мыслим. Люди устали от чернухи. Устали. Но, да, есть определенная категория людей, которые включают утром телевизор, значит, чтобы посмотреть, где там что-то произошло плохого. Но таких людей немного. А так и ищет, где-то что-нибудь случилось. Таких все-таки немного. Я думаю, нормальный человек, ну, с нормальной психикой. Он это не будет смотреть. Он либо не будет смотреть, либо все-таки для него это тоже, ну, определенное сострадание. Понимаете, когда у других людей плохо. Это уже ужасно. Когда у других людей плохо, тебе не может быть хорошо. Отопление кругом. Да, если ты нормальный человек, то так не бывает. Или там смотри, кого убили. Там, не дай бог. Ну, что это? Ну, сейчас молодежь. Для молодежи. Поэтому, вы знаете, как это, может быть, не странно звучит, со мной все согласились. Вот, между прочим, поток информации с Приморья, который сейчас идет по федеральным каналам, если вот вы смотрите, он серьезным образом поменялся. Он себя смотрит. Да. Он серьезным образом поменялся. Сейчас все равно, все равно поток позитива гораздо больше, чем был там 2-3 года назад. И меня лично это очень радует. Потому что, знаете, это как? В любом случае, любую новость можно там преподать, знаете, как оптимист или пессимист. Стакан на половину пустой или на половину пола. Поэтому, конечно, надо стараться давать позитивную информацию. Конечно, она должна быть в этом смысле правдива. То есть, если есть что-то плохое, об этом, наверное, тоже надо говорить. Но только не надо говорить только о плохом. Или только о хорошем. Это надо завешивать. Да, завешивать. Вот как бы так. Что касается сериалов этих... Как только плохой у нас? У нас и пример можно взять с кого-то. Что касается сериалов, то, ну, во-первых, я телевизор вообще очень мало смотрю. Я в курсе событий посредством, как правило, интернета. У меня, в общем, жизнь и работа того требует. Просто я, как первое лицо как первое лицо должен быть всегда в курсе всех событий. Но интернет в этом смысле мне просто как источник удобнее. Поэтому я, конечно, не смотрю никакие сериалы эти дурацкие. Мне они не нравятся. Молодежь наши смотрят. Вот. Поэтому, если сериал это мода определенная, ну, к примеру, там и нравится эта молодежь, давайте делать сериалы те, которые, так сказать, действительно о чем-то добром, хорошем и позитивном мы говорили. Ну, дом 2. Я не знаю, где там позитивно. Да и вы сняли, наверное. Нет. Нет, нет, не сняли, нет. Я, честно говоря, не знал. Вы не сняли. Не увидел, а вот недавно показал. Идет, 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 идет. Идет. Я думал, как и название откровенно говоря. Идет, идет, идет.